Валерий, ну вы, наверное, как москвич, никогда не пойдёте на экскурсию по Москве. Пойду, однозначно. Я, живя на Таганке, ну, я клянусь, могу сделать вид, что я что-то знаю, ничего не знаю. Это количество церквей, эти дома, эти улицы, это вот театр на Таганке. Он сначала был кинотеатром построенным, потом перестраивался в церкви, которые, патриаршие подворья, которые сначала, оно там разное в документах, там 1500 какой-то год в деревянном виде, потом говорят, нет, это позже гораздо, сразу камень. Ну, то есть там очень, за каждым зданием буквально огромная история. И вот это Гончарная улица, а я как раз вот Пятый Котельнический переулок живу, и очень здорово, как бы спускаешься на Котельническую набережную, гуляя в основном с сыном, сейчас ему 2,9. То есть это надо потратить столько времени и проштудировать, и опять же, это у каждого, ну, я даже не назову гида, а вот артиста по знаниям Москвы, свой подход, своё наполнение. У меня во дворе бункер Сталина, я там не был, я понимаю, что я буду ждать теперь, пока сын подрастёт, чтобы туда, как бы, съездить нормально на экскурсию. Да, это вот удивительно, я тоже всем говорю, что я, как коренной москвич, на Красной площади никогда не был, ну, в качестве, вот, туристов, когда в известный магазин идёшь. Вот мы не ценим, да, то, что вот вокруг москвичи, мы вот иногда даже не замечаем, какой прекрасный у нас город, красивый. А бывает вообще, что москвичи попадают в главную экскурсию? Очень часто. Часто москвичи бывают? Я даже сказал бы, большая часть экскурсантов москвичи. Да что вы! Поэтому я и говорю, что Москва это уникальный город. Сейчас очень... Это программа «Мой район». Это программа «Мой район».